Энергетики Московской объединенной электросетевой компании отправились в рейд под названием «Честный киловатт». Он прошел в Раменском районе. Там местный житель попытался сэкономить на оплате электроэнергии. В обход закона он самовольно снял с прибора учета пломбы сетевой компании. Кроме того, подключился к электросетям, не заключив в установленном порядке договор. К чему же привели подобные действия, выясняла наша съемочная группа. Сегодня незаконное потребление электроэнергии, к сожалению, не редкость. Вот и в этот раз сотрудники энергетической компании проинспектировали еще один адрес в деревне Островцы. Нарушитель самовольно снял с прибора учета пломбы сетевой компании, а также установил автоматический выключатель в 2,5 раза превышающий разрешенную мощность. По данной точке договорное обсуждение отсутствует, присоединение присутствует. Соответственно, наши сотрудники сейчас отфиксируют все обстоятельства данного факта в бланке соответствующего образца. После этого с даты последней проверки в данном месте производят расчет без договорного потребления. Расчет будет производиться не по показаниям прибора учета, а по сечению кабеля проводника, что соответствует 442-м постановлению правительства Российской Федерации. На территории развалин между двух построек нас встретила женщина, с трудом говорящая по-русски. На каком основании потребляете электроэнергию и как ее оплачиваете? Я не знаю, я не хозяйка. А вы здесь кто? Повар. Вы здесь повар. А кто тут еще есть? Прораб какой-нибудь? Нету, все работают. Все работают где? Не знаю же. То есть в здании никого нет? Нет, нет. Затем женщина попыталась дозвониться до некой хозяйки. Безуспешно. Владелец этой территории, на которой есть два здания, между ними дымящаяся свалка бытовых и строительных отходов, так и не появилась на месте ЧП. Но откуда ни возьмись, к месту происшествия подожжил мужчина, представившийся Гариком. Как мне к вам обращаться, уважаемый хозяин? Просто Гарик. Просто Гарик? Да. Гарик, вы хозяин этого всего? Гарик, расскажите, на каком основании осуществляется энергоснабжение вот этого вашего всего? Как вы потребляете электроэнергию? Самое главное, как вы за нее платите. После долгих представлений друг к другу, сотрудники МАЭСКО решили еще раз объяснить мужчине, по какому случаю они здесь. Да, да, что она обратила? Вот ей написали, обратился бы Гарик уважаемый, написали бы уважаемому Гарику. Да, что обратили она? Она обратилась за технологическим присоединением. Ее подключили, а договор энергоснабжения она заключать не стала. Потребляет и потребляет. С 16-го года и не платит. Гарик сообщил энергетикам, что вся документация у него есть, договоры, энергоснабжение тоже. Одно но, все это находится в офисе. А если я провезу это все платежи? Если вы провезете договоры энергоснабжения по этому счетчику? Я еще раз говорю, я провезу. Да нет, нет его у вас. А если я провезу перед камерой, перед всех людей, вам увольнять из работы? Привозите, 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 Гарик, привозите, вот мы сейчас будем полчаса, визите, визите. К сожалению, спустя время Гарик так и не вернулся к проверяющим энергетикам с необходимой документацией и договорами. Представитель потребителя, который находился на объекте, где было установлено безучетное и бездоговорное потребление, в условленное время не прибыл. То есть, составляется акт безучетного и акт бездоговорного потребления. Стоит отметить, что сегодня процедура заключения договора энергоснабжения максимально упрощена. Заявку можно подать в личном кабинете на портале МАЭСКО. Законное подключение к электроснабжению для потребителей, которым необходимо до 15 киловатт мощности, стоит всего 550 рублей. Это наверняка дешевле, чем стоимости похищенной электрической энергии и затраченных нервных клеток. Наталья Григорьева, Екатерина Скрижалина, Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.